всем привет сегодня видео про то какой должна быть прихожая поехали что такое прихожая прихожая должна выполнять определенную функцию то есть мы должны в нее зайти раздеться снять обувь соответственно куда-то присесть куда-то поставить сумку бросить ключи возможно поставить зонтик а если у вас есть маленькие дети то вам необходимо куда-то поставить коляску санки лыжи самокаты ну и прочее это что касается функционала но еще прихожая это эмоции когда мы заходим к себе домой в квартиру ну или тем более в частный дом прихожая это же вход с прихожей начинается наша квартира прихожая задает настроение и рассказывает нам уже или дает какой-то намек о том что мы увидим дальше кто там говорил что театр начинается с вешалки вот так и квартира начинается с прихожей прихожая это такой портал если хотите это такой переход из мира улицы общественного мира в мир частный ваш личный мир поэтому в этом плане прихожая выполняют очень важную функцию прихожая должна быть не только удобной но и нарядной а также она должна вам дарить хорошее настроение домой вы должны заходить с хорошим настроением а теперь я покажу вам как выбирать прихожую или как ее проектировать если случилось так что в вашей квартире или вашем доме прихожая не очень удобно и не функционально и вы понимаете что ничего нарядного из нее не сделать давайте разберем на примерах пример номер один это вытянутая прихожая очень часто я встречаю такие варианты в старых домах например хрущевки вспоминаем все панельные дома но и в новых к сожалению домах которые сейчас строятся и сдаются встречаются такие прихожие примерно в 50 процентах случаев будьте внимательны смотрите потому что это не очень удобный вариант и вот почему предположим что наша прихожая полтора метра на 4 это целых шесть квадратных метров вроде бы места достаточно но конфигурация такой формы что она не удобно и некрасиво потом в оформлении почему ну смотрите сами когда мы заходим мы попадаем в узкий длинный коридор в этом узком длинном коридоре мы помним нам нужно раздеться снять обувь куда-то ее разместить то есть должен быть какой-то шкаф если мы ставим шкаф к одной из стены а больше то некуда вот видите да здесь например дверь дальше в гостиную вот это вот дверь очень часто в ванную или в санузел ну и входная дверь в саму квартиру или в сам дом с торца помните да я вам про это говорил так вот шкаф нужно куда-то поставить мы его ставим к одной из стен а глубина шкафа 60 сантиметров это значит из ширины прихожей полтора метра мы вычитаем 60 сантиметров и у нас остается всего лишь навсего 90 сантиметров вообще шкаф это такая своеобразная стена то есть мы строим такую дополнительную стену понятно что мы им пользуются внутрь мы что-то вешаем одежду но как ни крути это здоровущий огромнейший объем который занимает пространство и являет собой стену она может быть конечно красивой но это стена и у нас остается коридор всего лишь навсего 90 сантиметров то есть это узенький длинненький проходик есть ли мы будем ставить шкаф узкий то в него уже на плечиках никакой одежду не повесить это неудобный шкаф остается место под консолей под пуф и когда вот вся мебель выстраивается вдоль одной стены а по другому я напоминаю и никак не поставить все это выглядит как такая кишка сквозь которую хочется быстро проскочить и уже попасть в само помещение в общем это не очень хорошо и нужно эту ситуацию менять рассмотрим второй случай прихожая точно такой же формы тоже полтора метра на 4 метра тоже площадь 6 квадратных метров но вход уже не с торца а со стороны длинной стены и это уже гораздо интереснее ситуация особенно если дверь отодвигается от одной из стен ну примерно где-то сантиметров на 70 или больше это нам дает возможность поставить шкаф в торец обратите внимание шкаф для верхней одежды расположен с торца в чем плюс плюс в том что мы во первых с помощью этого шкафа длинное помещение сделали покороче визуально и вот из этой кишки превратили его уже в более правильную форму приближенную квадрату конечно еще далеко до квадрата но тем не менее в оставшемся пространстве мы можем поставить консоль пуф а так как консоль и пуф невысокие консоль например по пояс а пуфик еще ниже то на уровне глаз у нас остается свободное пространство и всю эту комнату мы воспринимаем гораздо просторнее чем в варианте номер один поэтому только из-за того что входная дверь расположена в другой стене это уже дает преимущество этой комнате с точки зрения и функционала и с точки зрения дальнейшего оформления дизайнерского рассмотрим вариант номер три третий вариант прихожей тоже общей площадью 6 квадратных метров но в этом случае прихожая квадратная два с половиной на два с половиной метра это дает нам возможность вдоль одной стены поставить большой шкаф и обратите внимание в третьем варианте он уже гораздо больше чем в первом и во втором варианте в первом во втором варианте мы просто физический шкаф больше поставить не можем ну может быть на чуть-чуть но может быть мы там можем какие-то гвоздики в стену вколотить и повесить одежду хотя я всегда против этих быстрых гардеробов быстрые гардеробы это на самом деле не очень хорошо потому что на них сразу же появляется одежда это визуальный шум ну так его называют то есть это разноцветная одежда которая портит внешний вид дизайн поэтому нужно все убирать чтобы был порядок и стены оставались так как их запроектировал дизайнер того цвета тех форм с той подсветкой и чтобы ничего сверху в виде шубку курток плащей не висело так вот возвращаясь к варианту номер ты здесь у нас есть возможность поставить шкаф гораздо большего размера и я его ставлю справа от входа что очень удобно сразу же напротив входа обратите внимание устанавливается консоль над консолью может быть зеркало которое расширит еще пространство и сделает его визуально больше а может быть это будет не зеркало а будет картина картина вашей любимой жены или мужа или семейная фотография ну или просто какая-то абстракция в общем это какой-то арт-объект который будет вас радовать уже прямо тогда как когда вы зашли в квартиру вот только дверь открыли а уже радостно на душе вот красивая позитивная картина вот на консоли стоит букет с цветами в вазе ну здорово же вот девушки любят цветы поэтому радуйте девушек цветами ставьте на консоль цветы а для этого выбирайте правильной конфигурации помещения это хороший вариант но есть еще лучше и давайте посмотрим вариант номер 4 вариант номер 4 состоит из двух помещений первое точно такая же прихожая 6 квадратных метров она тоже квадратная но к ней в этом варианте пристыковывается помещение которое называется гардеробная и это прямо настоящий подарок для любой большой семьи да и небольшой тоже ведь у нас с вами очень много одежды если вы не поленитесь и посчитаете всю свою верхнюю одежду всю свою обувь все свои шапки шарфы перчатки коробки для демисезонье обуви для летней обуви и вообще все что нужно хранить то вы ужаснетесь сколько много у вас вещей сейчас скорее всего вы эти вещи распихиваете по квартире где-то под кровать чемоданы засунули где-то елочные игрушки на антресоль куда-то шубы на балкон утащили хранится зачем когда для этого придумали гардероб вот в этом варианте гардероб есть обратите внимание как он выглядит он точно такой же формы попадаем в него из прихожей соответственно в прихожей нет шкафа когда мы убрали шкаф мы освободили но примерно два с половиной метра квадратных все шкафы в гардеробной вот в этом варианте есть один глубокий шкаф и один не глубокий примерно 40 сантиметров для чего в глубокий шкаф мы вешаем на плечиках одежду можем даже в два уровня а в неглубокий мы складываем обувь потому что обувь в глубокий шкаф складывать не очень удобно остается сколько-то места и во второй ряд ставить неудобно да и доставать не всегда даже и вспомни что там в глубине шкаф это находится поэтому шкаф лучше делать не очень глубокий в этот же шкаф сверху можно складывать шапки перчатки шарфы ну и прочую какую-то мелочевку сверху можно что-то в коробках хранить если такой шкаф узкий не нравится пожалуйста можно поставить глубокий и тоже использовать для того чтобы на плечиках вешать одежду а для обуви шапок шарфов можно сделать выдвижные ящики то есть здесь уже поле для творчестве огромное с торца можно повешать зеркало в это зеркало удобно смотреться она в полный рост соответственно мы себя видим и можем посмотреть перед выходом все ли нормально нигде ли нет складочек все ли почищено посмотрелись и пошли теперь давайте немного порассуждаем посмотрим на все варианты с точки зрения сценария поведения людей которые могли бы пользоваться этими прихожими то есть вами дорогие друзья представим что семья из четырех человек заходит вот в эту большую прихожую с гардеробной что происходит они совершенно спокойно располагаются здесь не мешает друг другу часть из этих людей зайдет в гардеробную и снимет одежду и уже пройдет дальше в зал часть пока присядет на пуст будет ставить сумки там ключи класть и допустим растягивать одежду то есть никто никому не мешает никто локтями не стукается и даже если с гостями они придут то есть 6 человек совершенно спокойно здесь будут находиться в прихожей без гардеробной но квадратной формы место уже поменьше и соответственно когда вы будете заходить туда семьей вы будете чувствовать уже некоторое стеснение потому что место поменьше даже за счет шкафа который съел некоторое место если мы рассмотрим следующий вариант то увидим что здесь место еще меньше становится и последний вариант тут уж совсем место катастрофически мало плюс ко всему прочему в этих двух последних вариантах добавляется еще дверь из прихожей в санузел которые так любят делать застройщики я бы избегал этого варианта а потому что мы вынуждены бегать через прихожую и потом обратно соответственно если в прихожей какая-то грязь я не знаю микробы с улицы которые вы принесли они будут потом тапочками носками растаскиваться по всей квартире а еще любят делать вход на кухню через прихожую почему-то такие планировки тоже бывают и хозяева вынуждены бегать на кухню в самое часто посещаемое место через прихожую это тоже не очень хорошо в общем итог всей этой истории про прихожие таков ваша прихожая должна отвечать двум вещам первое функционал второе это эмоции которая прихожая дарит вам когда вы заходите домой ну а на этом пожалуй все напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу если у вас есть сложности с прихожей и вообще с планировкой квартиры или дома то обращайтесь в нашу студию не стесняйтесь я делаю консультации ну и конечно же ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока живите в комфорте